Можете ли вы привести к примеру успешного бизнеса своих учеников, несмотря на большой сложности со здоровьем? Есть такая пословица, если бы молодость знала, а старость могла. Мой вопрос о людях преклонного возраста, пенсионерах. Многие говорят, если бы им вернуть лет 20, то они уже точно учились бы бизнесу и не зависели сейчас от подачи государства. Что вы посоветовали пенсионерам, как им улучшить свою жизнь, несмотря на немощь тела? Пятый вопрос. Господин Довлатов, у вас на сегодня 23 вида бизнеса. Понятно, что ключевые менеджеры этих бизнесов ведут работу под вашим руководством, но все равно это большой ежедневный стресс. В каком режиме вы общаетесь с ними, чтобы выращивать бизнес и сохранять здоровье? Назовите три основные момента, на которые держатся в физическом здоровье и психологическом благополучии предпринимателя. У каждого человека слабое звено. Что может в бизнесе выбить вас из психологического равновесия? Как вы возвращаетесь в норму? Сколько времени вам нужно, чтобы вернуться в состояние стабильности? Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатова». Ставьте лайк под нашу рубрику. Пожалуйста, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. И в протяжении рубрика я буду говорить очень много хороших советов, очень много хороших ответов. Возьмите ручку и записывайте для себя те ответы, которые для вас будут актуальными. Хотя бы от трех до пяти, самые ключевые, ценные вещи, которые вы берете для себя. И постарайтесь их, пожалуйста, практиковать, использовать. Дорогие мои, вот ко мне пришли такие вопросы. Вопрос первый. Господин Довлатов, можете ли вы привести пример успешного бизнеса своих учеников, несмотря на большие сложности со здоровьем? Дорогие мои, конечно, могу. У меня есть ученик, его зовут Кенже. Он 20 ребенок. 20 ребенок. Он родился. Ну, незрячий человек, слепой. Он родился таким. У него сейчас два бизнеса. Честно, я теперь точно не помню, какие бизнесы. Но он ходил ко мне, учился еще 10 лет назад. В 2009 годах, в 2010 годах. Сейчас он женат, у него дети и так далее. У него два вида бизнеса. Поэтому здоровье тут не причина, чтобы вы не занимались бизнесом. Если вы болеете и так далее, конечно, бывают такие случаи и так далее. Но когда вы ставите перед собой цель заниматься бизнесом, даже несмотря на то, что если ваше здоровье колебается и так далее, тогда это мотивация быстрее выздоравливать. Это мотивация быть сильными. Понимаете, когда человек больше болеет, когда ничего делает, когда он не знает, чем заниматься, тогда он больше болеет. Обычно это так. Поэтому это яркий пример, который у меня есть. Его зовут Кенже. Это моего ученика. Он в Алмате живет. В моих книгах где-то писал про его историю, его отзывы есть и так далее. Он золотой парень. Это же здорово, дорогие мои. Так что, если вдруг у вас там здоровье что-то подводит, не сдавайтесь, пожалуйста. Наоборот, знаете, есть такая... Когда-то я учился у Мерза Кремсона Крюшна Арбекова, у него была такая речь. Некоторые люди попадают в больнице, у них комары кусало, может быть, или поцарапало его что-то. И лежат врачу, говорят, скажите, пожалуйста, вообще с моими недугами можно выжить? Вообще можно выздоравливать? Можно выжить? А потом другой попадает точно так же, может быть, на реанимацию. На реанимацию лежит. Показатели показывают, что до завтра, может быть, не доживет, или в течение месяца не доживет. И он смотрит на врачу, говорит, когда вы меня отпустите? У меня море дел, мне надо закончить их. Понимаете? А как вы думаете, кто из них быстрее выздоравливает? Тот, который комары кусал? Или тот, который, можно сказать, так болеет, что до завтра показатели или диагнозы показывают ему, что как будто не доживет. Кто из них быстрее выздоравливает? Скорее второй. Почему второй быстрее выздоравливает? Потому что у него есть сильное желание жить, у него сильное желание, сильная энергия. Жизненной энергии много у него. Поэтому вот такое. Второй вопрос. Есть такая пословица. Если бы молодость знала, а старость могла. Мой вопрос о людях преклонного возраста, пенсионерах. Многие говорят, если бы им вернуть лет 20, то они уже точно учились бы бизнесу и не зависели сейчас от подачи государства. Что вы посоветовали пенсионерам? Как им улучшить свою жизнь, несмотря на немощи тела? Вы знаете, у нас были случаи, когда в Бишкеке дом старелых, можно назвать это, в Бишкеке меня позвали привести благотворительный тренинг для пенсионеров. Я туда ходил, и там была какая-то благотворительная организация, которые, они видели, чем я занимаюсь, как я делаю, они пригласили меня в Бишкеке, чтобы я почитал тренинг именно для тех, кто пенсионер. Знаете, я благодарю судьбу, что мне удалось это делать. Я почитал им тренинг. После моего тренинга, что мы делали? Понимаете, если вы пожилой человек и вы пенсионер, значит, у вас есть больше опыта, чем у молодых, правда? Теперь у вас есть, можно сказать, вот ваш опыт, это стоит актив, ваш опыт стоит куча денег. Его надо практиковать, его надо использовать. Что я делал? Я им сказал, станьте советниками для молодых. Первый, из дома начните работать, из дома. И так далее. Третий, я давал им кучу советов, как можно делать в бизнесе, быть полезными. Или в рабочих местах, например, вы хороший бухгалтер, вы можете посоветовать, можете обучать, свое бухгалтерское знание передавать. Так, кто-то из вас хороший администратор. Почему бы ваши мозги дальше не продолжать использовать и ваши мозги передавать другим? В общем, кто-то из них консалтинг работал, кто-то из них дома начал, просто кто-то из них хорошо мог шить, просто шить, и не самому шить. И она нанимала девчонки и так далее, швейни с сиха, то есть машинки поставила, и 15-17 швейни с сиха и так далее. И та, то есть она открывала себе небольшой швейни с сих, получается, и так далее. Таким образом, после моего тренинга, я помню, что где-то, если там больше 50 человек были пенсионеры, на этот тренинг, который со мной на встрече, поверьте моим словам, там где-то около 20 из них, 17-18 из них открывали свое дело после встречи со мной. И мне эта женщина позвонила, так благодарила за это, она сказала, знаете, есть люди, которые очень изменили свою жизнь, благодаря вашей тренинге и так далее. Поэтому я хочу вам сказать, что если даже вы пенсионер, это не повод сдаваться. Вы понимаете, жизнь для сильных людей, ее надо заслужить. Если человек слабеет, потеряет надежду, жизнь устраняет ее. Не теряйте надежду, даже если вы пенсионер. Ну и что? Продолжайте. До конца, до последних дней своей жизни что-то создавайте. Человеку дает жизнь, именно жизнь, то есть человеку дает стимуль жить, когда он что-то создает, что-то новое, что-то необычное, что-то грандиозное. Продолжайте делать, не останавливайтесь, просто не останавливайтесь. Продолжайте делать, даже если вы пенсионер. Ну что? Знаете, вот мне если спрашиваете вы сейчас тебе легче стадоиспешным или когда было тебе 20? Я скажу вам, конечно, сейчас. Мне 41, у меня больше опыта, больше понимания. Когда меня будет 80 лет, вы мне спросите, Давлатов, когда тебе легче стадоиспешным, сейчас тебе 80? Или когда тебе было 40? Я вам скажу, когда мне 80. Потому что у меня будет больше понимания, больше опыта, больше знаний. которой нет у молодых больше мудрости. Соответственно, конечно, возраст – это не показатель мудрости, но возраст – это шанс накопить мудрость. Возраст – это шанс быть дальновидным, более спокойным, более терпеливым и так далее. Ты становишься зрелым. Жизнь у него своя школа, она обучает человека. Поэтому я рекомендую людям, которые даже если пенсионеры, идите за свою, то есть если один день в вашей жизни осталось, дорожите этот день, проживите его максимум с полной отдачей, быть полезным. Даже если один день осталось, живите его по-другому, как вы мечтали. Это здорово помогает. Кому-то помогайте хотя бы своим советом. Просто надо быть в этом мире, быть полезным. Вот что я понял. В этом мире надо стараться быть полезным. Когда человек старается быть полезным, он всегда живет в состоянии счастья. И его жизнь намного интереснее. Третий вопрос. Сайнура Раджабович, есть категория населения, которая особенно не защищена. Это бывшие военные, те, кто получил ранение, стали инвалидом и не могут найти себе применение в жизни. Хорошо, если человек поддерживает семья. Что делать сильному мужчину, оказавшемуся в инвалидном коляске? Может, и для таких есть выход в бизнес? Вы знаете, вы хорошо сказали. У меня есть один ученик, его Мирбек зовут. Его Мирбек зовут. Он не может ходить. Он в Бишкеке. Никогда не забуду, в 2009-2010 годах его жена и его друзья его привели на плечо. И с двух сторон два человека, просто держа, поднимали его ко мне на тренинг. Я посмотрел на него и подумал, какой он сильный человек. Он не может ходить. Потом я узнал попозже, что, оказывается, он из школы МВД учился. И у него получилось так, что в момент тренировки или какой-то момент военных действий, что ли, или что-то, попал пуль на позвоночник. И у него парализованы, ноги не работают. Но у него дети есть, и семья есть, и так далее. Если бы жена так старалась, чтобы он учился, иначе он мог бы уйти в себе депрессию и так далее, он потерялся бы. Он мог бы потерялся бы навсегда. Но его жена постаралась, чтобы это не произошло. Чтобы он не потерялся. А вы знаете, он учился у меня. На данный момент у него четыре бизнеса. Я что делал? Я его убедил в том, что, Мирбек, дорогой мой, деля не в твоих ногах, деля в том, что ты выбираешь оставшую жизнь. Человек станет успешным не руками, не ногами, успешным станет мозгами. Она у тебя есть. Почему бы тебе его не использовать? Я помню, что в самом начале он потерял уверенность духа. Первые полгода, тогда у меня было годовой уроки, годовое обучение, он сели год, ходил ко мне. Это было в 2009-2010 годах. И он на самом деле практиковал все, чему я обучал. Он начал сам машину водить. Представляете, ноги работают. Сделали для него педал газа и так далее, ручной. Он руками. У него газ связан возле рула. Там у него есть такой, типа, для газа. Он научился это все делать и так далее, руками управлять машину. Он начал водить машину. Потом у него четыре бизнеса. Я помню, один из его бизнеса, это было мебель. Другой был пластиковое окно. В тех годах, вот когда, вот в течение времени, когда он у меня учился. Потом, последний раз, когда его видели, это в 2013 году, я его видел последний раз. И он сказал, что у него четыре бизнеса. Он иногда в ТВ вступает. Потом он организовал. А, еще одну его деятельность, это социальная деятельность. Это он создал общество для людей с ограниченными возможностями. И в этом обществе он собрал тот год, в 2013 году, я читал тренинг для них. Там было 74 или 76 человек. Представляете? 74 или 76 человек. Три раза обучал их, вот эти люди с ограниченными возможностями. Три раза обучал о бизнесе, о деньгах, о надежде, о психологии, поддержке для их будущего. Три раза благотворительно провел для них тренинги. И помню, что потом Мирбек мне сказал, что из них 14 или 15 человек, из них открыли свои бизнесы. Понимаете, эти ребята, кто-то слепой, кто-то глухой, кто-то не слышит и так далее. И я донес до них, что если вы будете богатыми, за вами будет кто-то ухаживать, легче будет вам, вам самим будет. А если у вас рука болит или ухо не слышит или глаза не видит, но это же не повод, это же не повод отказаться от себя, от хорошей жизни. Ну что, ну так получилось, так сложилось. Вы представьте, 74 человек, 14 или 15 начали открыть свои бизнесы в течение полгода. Я три раза их обучал в протяжении полгода. Я читаю, это очень хорошая вещь, это очень хороший результат. Поэтому, ну бывает, судьба иногда складывается не так, как хотелось бы. Иногда складывается так, ну что, надо продолжать. Надо продолжать и надо делать. Именно так, ребята, когда провел именно эти встречи с людьми с ограниченными возможностями, я тогда понял, что сильный человек, он, можно сказать, именно в трудный момент проявляет себя. Поэтому, несмотря на то, что у ребят были здоровыми проблемы, но они смогли это делать. Дело в том, что ваш фокус, вы работаете со знаниями, ваши мысли, они дают вам энергию, ваши мысли, они дают вам вдохновение. У вас в голове должно быть, можно сказать, у вас в голове должно быть план, в голове должна быть стратегия. Вот, то, что вам надо делать. Следующий вопрос. Какой комплексный подход к своему здоровью вы рекомендуете предпринимателям, прежде чем они начнут погружаться в мир бизнеса, как в призвании? Я очень рекомендую предпринимателям, чтобы они, особенно после 40, физическую нагрузку не бросали. Потому что ваша скорость мышления, она зависит от того, насколько вашей жизненной энергии много, ваша умственная энергия. Вот это, понимаете, ваше тело берет энергию от вашей, то есть, ваш ум берет тело от вашей энергии. Ваше ум берет энергию от вашего тела. Ваше ум же, посмотрите, да вот ваша голова, она же среди на базе вашего тела. Она же отдельно не торчит нигде, так? Она же нигде-то не лежит. Если вы не выспавшие, если вы уставшие, если вы болеете, ваши мозги не соображают. Поэтому большой-большой роль играет именно, как вы себя чувствуете, самочувствие ваше, насколько вы активны, насколько вы бодрые, энергичны. Поэтому любому бизнесмену я рекомендую, что после 40 провести активный образ жизни, постоянно быть активным образ жизни, физическую нагрузку не бросайте. Это раз. Второе. В неделю, один день, два дня я рекомендую хотя бы, как в среднем, два дня голодания. То есть, разгрузка. Организм надо разгрузить, чтобы в внутреннем органе не накопилось жир. Когда внутренние органы накапливают жир, ничего хорошего нет. Это наоборот, ослабевает вас. Это делит вас в ялими. Это станет причиной инфекции. Это станет причиной воспаления. Тело быстрее накапливает воспаление. Еще рекомендую, кроме того, чтобы хотя бы там 4 километра хотя бы в день, от 4 до 10 километров надо ходить. Возьмите дорожку для бега дома и начните просто хотя бы ходить. Хотя бы 40 минут, 30 минут или час. 4 километра хотя бы тот ритм, который вам нужно, поставьте и ходите. Еще 3 вещи рекомендую. Старайтесь для себя вывести такой стандарт. 100 раз анжимани, 100 раз пресс, 100 раз приседаний. Вот делите вот эти 3 вещи. Вы будьте очень сильными. 100 анжимани, 100 пресс, 100 приседаний. Это делать каждый день. Просто каждый день это займет 20 минут. Максимум 30 минут займет. Вот зато, знаете, первую неделю вам будет очень тяжело это делать. Первую неделю. Может быть первый месяц будет вам трудно это делать. Ничего страшного, продолжайте это до тех пор, пока это не станет естественный образ жизни, как зубы помоете. Знаете, это классно поможет вам. Просто делайте это каждый день. Пятый вопрос. Господин Довлатов, у вас на сегодня 23 вида бизнеса. Понятно, что ключевые менеджеры этих бизнесов ведут работу под вашим руководством, но все равно это большой ежедневный стресс. В каком режиме вы общаетесь с ними, чтобы выращивать бизнес и сохранять здоровье? Знаете, мне было очень трудно, очень трудно. В какой-то момент морально было трудно, потому что это я не успевал делать. Там проблема, тут проблема, здесь проблема. Мне было действительно реально тяжело. Потом я сидел, думал, думал, думал. Я заметил, что я физически не успеваю отчеты проверять. Физически я не успеваю задания давать. Задания, если даю, не успеваю контролировать, выполнен ли человек или не выполнен. То есть физически я не успевал многие вещи делать, потому что я еще тренинги читал. Потом передо мной осталось выбор. Либо бросать тренинги, только управлять своим бизнесом, или либо тренингами заниматься продолжать. Потом я сидел, думал, что я понял, что тренинги это моя миссия, тренинги обучения своих учеников, поддержка своих учеников. Потом я понял, что это моя миссия, я его не буду бросать. Когда я это осознал и понял, я начал искать способы, как сделать так, чтобы бизнесы тоже работали, но перед этим я мог обучение заниматься и помогать своим ученикам и так далее. Вот тогда я нашел такой механизм. Я сначала делал так, я два шага делал. Первый шаг, что я сделал, это было такое. Я каждый день, то есть тогда на тот момент у меня было 16 компаний и 16 бизнесов. Я просто делал так, каждый день два собеседования, то есть два собрания. То есть получилось 7 дней по два собрания, это 14. Пара дней у меня получилось по три собрания. Тогда у меня было 16 бизнесов и получилось 16 собраний. С кем-то из них я утром собрание провел, с кем-то вечером. То есть получилось так, мы еженедельно составляем план, то есть я общаюсь с руководителем этого проекта и под моим руководством же они делают, с ним общаюсь, какой у тебя план в эту неделю, озвучиваю все свои планы. Отчет за предыдущей неделе, план на следующей неделе получается. Отчет на прошлой неделе, план на следующей неделе. И мы делаем такое, я корректирую, если какие-то вопросы у него есть, отвечаю. Если у меня появляются какие-то дополнительные мнения, что делать, как делать, я ему расскажу. И в течение недели он должен это делать. Вот так я 16 компаний управлял. Но потом стало их еще больше и больше, я понял, что я начинаю уставать, и даже время не остается для собраний, еженедельное собрание с каждой этой компанией. Потом, тогда я выбрал другой путь, я создал холдинговую систему. Что такое холдинговая система? Я создал в Алмате один холдинг, и в Таджикистане один холдинг, в Худжанде. И сейчас соберусь создать такой холдинг в Узбекистане. То есть у меня один холдинг в Алмате управляет 12 моих компаний, другой из них управляет, то есть один из них в Алмате 10, а в Худжанде 13 проектов. Вот так они управляют разными проектами. А сейчас теперь несколько бизнесов появляется в Узбекистане, а теперь хочу тоже самую холдинговую структуру создать в Узбекистане. А я с руководителем холдинга составляю план, проект и так далее, в неделю один раз обсуждаю, что он делал, как и так. Но в месяц один раз досконально полностью он отчитывается, руководитель холдинга передо мной, и мы вместе с ним обдумаем стратегические вопросы на следующий месяц. И он сам себе ставит задачу, я ему помогаю и так далее. Вот таким способом я управляю 23 бизнеса. Но правда это очень большой нагрузка, правда это очень моральная нагрузка, но я всегда думаю о бизнесе. Почему? Потому что я временами сижу, размышляю про каждого бизнеса, думаю, как я мог бы здесь увеличить продажи, как я мог бы здесь сократить расходы, как я мог бы здесь, скажем, изменить сам подход управления, менеджмент и так далее. Как я здесь мог бы систему контроля усилить и так далее. Я постоянно о них думаю. Следующий вопрос. Назовите три основные момента, на которые держится в физическом здоровье и психологическом благополучии предпринимателя. Сами первые, это надо быть психологически спокойным. Это сами первые. Что бы ни происходит, например, ты потерял деньги, кто-то клен не возвращает тебе деньги, или у тебя расходы выросли, или там видишь, что откуда-то вылез какой-то конкурент, который дешевле продает, чем ты. Или ключевой клиент возврат делает там товар, или отказывает от оплаты. Самое главное, надо научиться быть спокойным и спокойно реагировать на все изменения. Научиться принимать любые изменения, которые происходят в жизни. Потому что дело в том, что что создает вам большой стресс? Вы должны понимать, что 80-90% вашей планы не будут реализованы так, как вы думаете. Вы должны понимать, что люди, которые вы нанимаете на работу, в большие случаи 80-90% из них не оправдывают ваши ожидания, а вы на них вкладывали усилия, верили, думали, что вот это будет круто. 80-90% вашей ассортимент продуктов не продается так, как вы ожидали. Поэтому самое первое, что я рекомендую, это психологически быть устойчивым, спокойным, спокойно реагировать на любые изменения. Это первое, что надо делать, чтобы вы сохранили свое здоровье. Второе, то есть это получается, что вы здоровье могли сохранить, да? Второе, второе, рекомендую вам в обязательном порядке контролировать свою продукцию. Питание. Питание очень важно. Ваше питание. Знаете, лучше кушать и мало, но хорошие вещи. Лучше кушать мало, но качественные вещи. Ваше питание большой роли играет. Третье, что я рекомендую, не бросайте активный образ жизни. Вот, если вы меня спрашиваете три момента, на которые держится физическое здоровье, я рекомендую вот это три вещей. Первое, ваше психологическое спокойствие. Второе, ваше питание. А третье, это ваша активность. Будьте в движении. Сама жизнь, это движение. Займитесь спортом. Хотя бы, не знаю, плавание, бегом, тренажерный зал, что-то не будет. Йога, что угодно, но что-то делайте. Объедините все эти три вещи. Если вы психологически очень нервозный человек, например, но вы спортом занимаетесь, ходите и так далее, но психологически вы постоянно срываетесь на всех, поверьте мне, большого успеха не будет. И самое главное, болезнь гарантирована будет. А если вы психологически очень спокойнее, но активный образ жизни ведете, вы такой спокойнее, что настолько спокойнее, что еле двигаетесь, еле ходите, даже стакан чай поднимать вам лень, извините, у вас не будет здоровья. Вы должны делать все вместе. Объедините все эти три показателя. Тогда у вас гарантированно будет физически крепкое здоровье. И еще одну вещь, что я рекомендую. Когда я говорю психологическую устойчивость, я имею в виду, что вам надо быть стабильным, не нервничать. И еще очень важный момент, под это психологическое устойчивость я хочу еще добавить то, что душевные вы должны быть спокойными. Не надо обижаться на людей. Не надо быть раздраженным. Не надо обижаться. Жизнь, она не идеальна. Мир не идеальна. Люди не идеальны. Так что вам надо это осознавать, это надо понимать вам. Следующий вопрос. У каждого человека слабое звено. Что может в бизнесе выбить вас из психологического равновесия? Как вы возвращаетесь в норму? Сколько времени вам нужно, чтобы вернуться в состояние стабильности? Вы знаете, это очень важный вопрос. Я тоже срываюсь, я тоже устаю. У меня есть три показателя, которые я иногда срываюсь. Один из показателей, это если я не выспался. Я раньше это не понимал, раньше это не знал. Однажды я заметил, что я начну нервничать. Даже простой вопрос, представляете, меня задают какой-то простой вопрос, и это мне на нервах действует. Просто элементарный, простой вопрос. Я начну, это меня задевает так, резко задевает и так далее. Тогда я начал задуматься, почему я так реагировал и так далее. Потом я изучал свою биологию, изучал свое состояние. Со временем я понял, что мне раздражает в трех случаях. Оказалось, если я не выспался, не выспался, я не чувствую, оказывается, этого. Второе, если я устал, я устал, но не чувствую, что я устал. Я настолько живу, свою работу, что я могу 18 часов выступать, представляете? Я могу с утра до вечера выступать, поэтому я этим живу. Это моя жизнь. Иногда я настолько выступаю, что я не чувствую на сцене усталости, но когда до дома доберусь, потом чувствую усталость. Получается, что вопрос задает меня или что-то, это меня раздражает, или жена о чем-то говорит, это меня раздражает. А потом задумаюсь, ага, когда последний раз отдохнул. Я наше просто хочу сказать, что надо изучать себя. Надо изучать себя. Я изучал себя и понял, что меня выводит из себя. Три вещи выводит из себя. Если я не выспался, то есть, мне любой мелочь могут вывести из себя, если это три состояния у меня, я попал в таком состоянии. Первый, я устал, второй, я голодный, третий, я не выспался. Поэтому, когда я сейчас, я сейчас смотрю, если что-то меня задевает, я сразу задаю себе вопрос, я выспался или нет. Второй, когда последний раз я кушал, и третий, мне надо чуть-чуть отдохнуть. Я иногда даже среди тренинга, если кто-то задает мне вопрос, я вижу, что это мне как-то вот вызывает раздражение, я сразу говорю, ребята, 15 минут прерыв, или 20 минут прерыв. Я просто иду отдохнуть, или иногда просто виду, прихожу на свой кабинет, или там, где я вступаю, если там кабинет, дверь закрываю на 10 минут, и просто 10 минут сплю. Представьте, прерыв, 10-15 минут, мне надо хотя бы 5 минут уснуть. А что это дает мне? Мой мозг, слегка, то есть мой мозг настолько привык, я его очень хорошо тренировал. Фильм Штерлица, возможно, вы фильм Штерлица видели, он всего лишь на ходу, иногда несколько секунд, отдыхая, ездит обратно, и так далее, и так далее. Я приучил свое сознание, похоже на этого, потому что постоянно дорога, постоянно работаю. Когда я себе говорю, мне надо 10 минут поспать, или 5 минут поспать, мозг отключается, на самом деле, 10-15 минут, и он отдыхает. Ты просыпаешься, уже такой бодрый, энергичный, потому что мозг отдыхает не как рука, и не как тело, чтобы просто расслабиться, отдохнуть, нет. Мозг отдыхает, это как компьютер, перезагрузка, как просто перезагрузка, как очищается, понимаете? Вот это очень круто помогает. Надо научиться, очистка сознания занимается, надо научиться, перезагружать себя. Я это научился, то хоть я 3 минуты могу поспать, но выспаться. 5 минут я могу спать, но выспаться. То есть, надо научиться свой организм управлять, и контролировать. Тогда у вас будут много энергии, жизненная энергия. я изучал свою биологию, и понял, что меня раздражает. И когда у меня такое происходит, я сразу просто аккуратненько отдохну, пойду чуть-чуть подальше, подожду. Но вторая вещь, что мне помогает, иногда бывает, что что-то меня задевает, а потом я возьму себе в руку, и начну вникать, судили, я себе задаю такой вопрос, что давай посмотри на последствия, давай подумай о последствии. И это позволяет мне быстрее возвращаться. Я людей воспринимаю как наставник, не как критик, не как, что как будто кто-то со злами не так делает. Я людей воспринимаю как наставник. Даже если они меня ругают, я это воспринимаю как наставник. И это позволяет мне, помогает мне стать сильнее, успешнее, умнее. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику. Ставьте, внизу пишите, пожалуйста, три важные вещи, что вы должны делать для того, чтобы ваше здоровье было крепкое, сильное. Три важные вещи, которые вы хотя бы из того, то что я говорил, три важные вещи, которые позволяют вам здоровье сохранить на долгие годы. Пишите комментарии. Я целюсь, что помогает большее количество людям.